Синья говорит, что вообще не кормят. И в загон никто не заглядывает, но вижу, что он ожиточит, тоже надо тягу подать. А Шарик местный колхозный тез говорит, чуваки, да не бойтесь вы, перспективы вот такие, все у нас отлично. И он говорит, как, из чего ты делаешь? Да я, говорит, сам был на собрании Шарик, и я все слышал, а председатель четко стал колхозником. Он прямо так и сказал, если Турак будет продолжаться дальше, нам ничего не останется, как этому нашему Шарику, пусть засадят. Потом, говорит, я и не думаю, все будет. А Федя нос вот такой красный. И как сейчас помню, я был зама де Фарис в армии, ну, в ГСВГ. И, значит, все разбегаются. Федя приходит, все в рассыпную, понимаешь? Единственное, никто, кто может это, ну, направленцы. А-то тебе не может. Да, вот, а я привязан к креслу, я сразу на ЦКП, знаешь, работаю. Ну и все, я ему доложил, и пришел, значит, начальник штаба, генерал-майор, а этот генерал-лейтенант командующий. И, значит, он стоит передо мной, ну, я сижу, знаешь, вкукожился, ну, вот, начальник, начальник штаба, ты такой мудак, блядь, там, там, буковские комплексы, блядь, эти, круговские комплексы-то у тебя, там, эти, шилки, блядь, мылки, знаешь, это все. У них же общевойсковая была, плохо работали, там, все в таком духе, ты, вот, ты, говорит, мудак, блядь, на начальника штаба, на генерала, тот, блядь, знаешь, генерал-тенант, я же генерал, какой ты, нахуй, генерал, ты, мудак, блядь, пехотинцы, хватит, Витя там снимает. Сережа, давай, он за руку, битка. А, давай, ты, давай. Ну, давай, завтра, он красноярский язык, тончил. Начальник П-12-й, аж. Грабник. И, идет проверка, со страшной силой, все, и, вот, потом, это все докладывалось на совещание, значит, обнаружили, вот, щена заземления от станции, идет к полу. Она сама должна быть заземлена, вот, это самая техническая часть этой станции. Не, ну, так, конечно, должна быть заземлена, причем должен быть квадрат еще, контур должен быть, чтобы уже никого там не пришибло. Значит, не доходя 15 сантиметров до этого кола, этот шланг, этот шланг заканчивается. Ну, все бы ничего. Ну, видать, знаешь, метром или что там. Ну, оторвал. Так нет. Какая-то нитка летала, она зацепилась за этот шланг и дотягивает до этого колу. То есть, получается, что, значит, шланг кончается, а дальше идет нитка. Заключение всей этой проверки встроилось на этой нитке. Проехал, знаешь, он проверял 14-ю дивизию КВУ, и тут проезжает в Рижский корпус, а я на стыке. О, заедем сюда. Я говорю, вообще, у нас она 10 работает, вообще по 10. Ну, работаем по 10. Запустили этот учебник. Ну, то есть, слушай, командир, хочешь хорошо, хорошо, ну, что было у тебя хорошо? Я говорю, ну, так вроде сейчас хорошо, так все привелись, все включилось, да, все отработали, все, да, прогнуться хочешь? Я говорю, ну, в принципе, давайте собачьего жира найди. Или борсучего, там, или собачьего, ну, собачьего, да. Ну, значит, а у меня прапорщик Меликидзе был, начальник склада, Вахтанг Давыдович, он по жизни грузин в этой салоне. Они боевую подготовку проверили, журналы посмотрели, там все оперативно, все бойцов поспрашали. Все чистенькие, все нормально, все. Значит, затопили эту баньку, и Свет Мирзаев, не разгорается дрова, берет, вызывает, значит, банку бензина, открывает это сопло, там что-то теплится такое, знаешь, ну, он конячился, да, и туда. А туда. А туда. Смей Горыныч. Как из стола. Старшина опять бежит, командир, Свет Мизараева морда слезла. Ну, знаешь, он ебал, ну, а туда, ху-а-а. Ну, это, ну, это, ну, ряки в Литве катались работать. Ростом метр сорок восемь. Метр пятьдесят два можно было в армию, да, или метр пятьдесят четыре, что-то такое. А ему метр сорок восемь. Он по кругу, мы с него взяли? Нет. Ни одного слова по-русски. Ни одного вообще. Тщательность у нас. Сделал я его свинарём. Больше никуда его больше были нельзя. У меня свинство было очень большое, хорошее. Две теплицы было, знаешь, там и куры, и барашки, и быки, там, и свиньи, всё. Висика, блядь, в этих очках, как этот? Разозелла, блядь. Давайте скажем что-нибудь, может быть, пошлём привет, фамилии перечисли. Ну, у меня пишется, общаемся, давай, Василий. Ну, говори. Надо нажать на... Он нажал давно. Уже давно плей. Шпоп и всё. Уже ещё окно, ну, всё шпоп, вы говорите. Мы потом расходровку сделаем, и такую карту. Все тем, кто вместе с нами учился в 123, 223, 325 и 425, в 3-й учебной группе, включительно. Мало этого, я вынужден в первую очередь вступить своего боевого командира отделения Валеру Абстера. Где он, блин, убей, понять не могу. Ну, он мне очень нужен. Второе. Азбест. Азбест. Появился Азбест. Да, мало этого, я до сих пор не могу наткнуться, где Фелис Тарлов. Бумер. Фелис, я уверен. Я не могу поверить. Нет, это быть не может даже. Что, серьёзно? Да, ну, я уверена такая. Нет, Феликс, Феликс неубиенный. Неубиенный Феликс, о чём вы говорите? Поп не сообщил сам лично, но я вам потом расскажу. Феликс, я уверен, он мало этого. Сын его кончал. Это человек, который был близок к электронике, более чем, чем многие из нас. Я думаю, что у него, конечно, должен быть компьютер, интернет и все остальное. От меня легендарная личность Олег Николаевич Романькин. Не бери мою рюмку. Нет, я свою беру. Значит, Олег Николаевич Романькин. Этот человек окончил известное, значит, Юльминское высшее антивоздушное оборудование училище. Значит, с тех пор, прошло много лет, вот сейчас вы видите, он в кожаной куртке улыбается, смотрится весело. Голова полна гривы. Практически седых усов, так, вернее, седых волос мелочь на нём. Ну, мелочь, конечно. Он стандартно, значит, весел, в миру к яму. И, как всегда, значит, неиздержанно рассказывает пахатные анекдоты. Прошу вас, Олег Николаевич, ваш очередной анекдот. Анекдоты не будем, ребята, рассказывать. Я просто хочу выпить за вас всех, чтобы вы были здоровы, счастливы. Особенно за хитрого Сашку. Я не могу понять, где он спрятался. Второе. Ну, Коля Дедковский, ладно. Хитрого в одноклассниках появился. Не знаю. А шайба? А шайба появился или нет? Ему будет отправлена, в первую очередь, наша весточка, наше кино. Валера Шафарсов отправил мне чудеснейшую фотографию, на которой он запечатлён в каком-то городе, типа Брюсселя. Рядом с ним гигантская такая вот, знаешь, бронзовая статуя с человеком, в котором... Извините, полировал. Ну, к честному касанию. Нет, я, конечно, понимаю, Валера здесь ни при чём. Но вот у меня в памяти осталось... Валера и полировал. Опыт, опыт от медного задника. Нет, подожди. Я понимаю, что это была его ошибка, отправить мне этот снимок. Но я всем скрывать не стану, что он там на нём запечатлён очень хорошо. Так он, может, сидит на нём? Так, плавно перейдём к выводу по нашему видеообращению. К выводу по тексту. Это то место, где автор устал думать. Спасибо. 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 Спасибо.